В январе 2013 года на встрече со студентами президент Российской Федерации Владимир Путин выдвинул инициативу создания Всероссийской Ассоциации студенческих спортивных клубов. Развитие студенческого спорта на сегодняшний день является приоритетным направлением, но зачастую остается без должного внимания. Возникают проблемы с финансированием и инфраструктурой. Российский Университет Дружбы Народов уделяет большое внимание развитию данного направления. Ежегодно в ВУЗе проводятся спартакиады и различные соревнования. Для продуктивных тренировок созданы все условия. Хорошо оборудованный физкультурно-оздоровительный комплекс, теннисные корты и футбольные поля. Новый спортивный инвентарь. Но студенты Руден интересуются не только традиционными видами спорта. В рамках соревнований «Формула-студент» ребята сконструировали собственный гоночный болид и даже приняли участие в заезде на трассе Италии. На втором международном форуме «Формула-сая» «Формула-студент Руден» победила в номинации «Лучший технический проект». Для дальнейшего развития данного направления Российский Университет Дружбы Народов выступил инициатором создания Всероссийской ассоциации студенческих спортивно-технических клубов. В России нет таких ассоциаций. Ребята делают, никто про них ничего не знает. Мы хотим показать, что вот есть ребята, которые могут, надо им помочь. Благодаря этой ассоциации мы можем предвинуть много проектов. Мы можем рассказать про себя, про других. Именно в плане России, не только в Университете Дружбы Народов. Мы хотим, чтобы объединить все команды. Во многих вузах, колледжах и училищах России существуют свои локальные студенческие спортивно-технические организации. Представители объединений столиц из Московского автомобильно-дорожного института, Государственного машиностроительного университета, института имени Баумана и других учебных заведений были приглашены в РУДН для обсуждения устава будущей ассоциации. Зачастую не хватает либо какой-то информации, либо, ну, что самое простое, это материальные средства для постройки. Нету поддержки административного какого-то ресурса, или просто не существует реклама проекта, и, ну, некуда развиваться дальше. А ассоциация позволит, во-первых, объединиться. Это будет обмен какими-либо решениями. Бурное обсуждение разгорелось вокруг основных пунктов устава, касающихся целей, задач и участников ассоциации. Были какие-то вопросы, поскольку эти команды хотели давно ассоциацию создавать. Ну, поскольку кто первый, то всегда получает больше комментариев. Но мы готовы на компромисс, готовы на все, лишь бы создать эту ассоциацию. Итогом заседания стало решение принять во внимание все поправки участников и переработать основные пункты устава ассоциации. Следующее заседание запланировано на май 2013 года. Евгения Городилова, Фадия Амрайш, Новости ТВ Руден.